Здравствуйте! В эфире программа «Городские подробности». Я ее ведущий Амир Кедрасов. Сегодня у нас в студии глава администрации городского округа город Кумертау Борис Беляев. Борис Владимирович, здравствуйте! Добрый вечер! Подводим итоги уходящего 2015 года, который был богат на события. Знаю, что выходные вы вернулись из Москвы и есть положительные новости. Да, действительно, этот год был для нас сложным, трудным, но он был продуктивным. В этот раз, когда я в крайний раз ездил в Москву, было заседание комиссии при правительстве Российской Федерации о рассмотрении нашей заявки, заявки о софинансировании по строительству инженерной инфраструктуры в селе Маячино. Это совещание проходило под председательством первого заместителя, руководителя аппарата правительства Российской Федерации. И было принято положительное решение, можно сказать, одобрено нашу заявку для того, чтобы финансирование имело место быть. На этой комиссии присутствовал министр экономического жителей Республики Башкатастана Сергей Владимирович Новиков, сам инвестор, руководитель холдинговой компании Сигма Махров Александр Евгеньевич. Что отрадно хочется сказать, то что один из вопросов, это было рассмотрение заявки по городу Кумертау. Рассмотрение прошло быстро, потому что наша заявка была очень хорошо подготовлена. А вот насколько было сложно подготовить и защитить эту заявку? Ну, буквально два месяца мы занимались денно и ношно этой заявкой, с момента, когда было заключено генеральное соглашение между Республикой Башкатастан и Фондом развития моногородов по развитию города Кумертау. И работники администрации, работники муниципальных, унитарных предприятий коммунальной сферы города Кумертау, сам собственник формировал, помогали формировать нам эту заявку. Было сложно, потому что какие-то недочеты выявлялись в Москве. Мы часто очень ездили в Москву, чтобы совместно эту заявку формировать. Потому что генеральное соглашение предусматривало то, что мы должны совместно составить эту заявку. Но наши труды, они имели место быть. И еще раз хочу сказать, два месяца сложновато, но результат положительный, и это важно для нас. Порядка 400 миллионов в город должно поступить, я так понимаю, для этой заявки. Да, сумма заявки сама по себе составляет 313 миллионов рублей, это часть федерации. И 64 миллиона рублей это будет софинансировать Республика Башкатастан. То есть 370 миллионов, да, порядка 400 будет вложено в нашу инфраструктуру. А давайте напомним телезрителям, на что конкретно пойдут эти деньги. Эти средства пойдут на реконструкцию железнодорожного пути, на строительство очистных сооружений в селе Маячный, на строительство дороги в селе Маячном, на строительство линии электропередач и везопровода. Важен тот факт, что строительство очистных сооружений будет софинансироваться 60 на 40. 60% будут построены на нужды маслоэкстракционного завода, 40% будут построены на нужды села Маячного. Это говорит о том, что мы сможем дополнительно сейчас строить жилые дома в селе Маячном. Это важно. Ну и, наверное, можно сказать, что маслоэкстракционный завод это будет наверняка не одна площадка. Эти же коммуникации, возможно, в будущем послужат еще и каким-то сигналом для будущих, может быть, инвесторов строиться, вкладываться в нашу территорию, а конкретно в селе Маячное. Да, единственное, что там потребуется, это железнодорога и очистные сооружения. Дальше мы хотим дозаявиться, если у нас получится, по строительству новой дороги, которая будет исходить от села Маячного до вот этого шелкового пути запад Китай дороги. Там порядка 70 километров нужно будет строить, но я думаю, если дорога будет проходить рядом с Маячным, соответственно, мы дозаявимся. Это будет важно для инвестора. И, конечно же, у нас рядом есть площадки, земельные участки, которые могут осваивать другие крупные инвесторы для того, чтобы войти в комплекс вместе с маслоэкстракционным заводом. Но помимо того, что город тесно сотрудничал с правительством республики, дабы составить заявку для фонда реформирования моногородов, также параллельно шла работа с иными инвесторами, которые готовы были бы вложиться в наш город. Мы, посещая Москву, встречались порядка с 20 крупными инвесторами, которые заинтересовались территорией города Кумертау. Мы им презентовали территорию нашу, мы показывали им свои преимущества, мы рассказывали, почему нужно к нам прийти и так далее. Потому что крупный бизнес интересует, какие льготы, какие преференции может предоставить территория. И то, что мы уже сейчас работаем с фондом развития моногородов, который может предоставить определенные средства для развития любого крупного инвестиционного проекта, это уже говорит о том, что инвестору это интересно. Потому что фонд развития моногородов может предоставить порядка до миллиарда рублей под 5% годовых на 8 лет. Это, в принципе, самые низкие процентные ставки. Поэтому это уже интересно крупному инвестору. А вы знаете, что крупный инвестор – это на самом деле миллиарды вложений, капитальных вложений в производство. И далее мы должны будем предоставить преференции крупному бизнесу. Мы прекрасно понимаем, чтобы вылезти из такого социально-экономического кризиса, как в нашем моногороде он присутствует, нужны крупные капитальные вложения и нужны крупные инвесторы. И мы стараемся работать над тем, чтобы привлечь их к нам. Поэтому дальше мы будем работать для того, чтобы город получил статус территории, опережающего социально-экономического развития. Но чтобы этот статус получить, не только, наверное, решение города нужно, но нужно, чтобы и правительству нам в этом плане... Конечно, конечно. Все заявки, которые формируются в городе Кумертау, они проходят согласование в Республике Башхатасан, в правительстве. И только за подписью главы республики уходят все заявки именно в Министерство экономики Российской Федерации. Все заявки. Предлагаю сейчас поговорить о градообразующем нашем предприятии АКУМАПТА. Какие есть перспективы у нашего завода? Ну, то, что в этом году произошло объединение Кумертауевского авиационного завода с казанским предприятием, все-таки надежда есть такая, что будет какая-то кооперация между казанским авиационным заводом и Кумертауевским. То, что к нам в город назначили нового директора управляющего Пустовгара Юрия Леонидовича, это тоже дает определенную надежду на то, что завод будет развиваться. Потому что у Юрия Леонидовича огромный опыт руководящей работы. Он руководил Уфимским приборостроительным... Уфимское ОМПВО. Был генеральным директором. Он возглавлял торгово-промышленную палату Республики Башхатасан. Сам по себе человек – это генератор огромных идей с огромными связями, с огромным промышленным потенциалом, можно сказать, и идейным, и умственным. И я уверен, что все-таки Юрий Леонидович сможет проявить себя в городе Кумертауеве для того, чтобы наш завод стал лучше развиваться. Задачи такие. Порядка 10-13 миллиардов рублей объема отгруженной продукции на следующий год в 2016-м должен обеспечить завод. Мы надеемся на то, что заработная плата в 2016-м году у заводчан наших повысится. Это тоже очень важный фактор, можно сказать, стимулирующий фактор для наших горожан. И то, что объемы каждый год будут наращиваться, это говорит политика вертолетов России. Но не от города зависит. Нет, это, к сожалению, не от города зависит. Но, к сожалению, либо к счастью, мы надеемся на то, что все-таки завод не упал. Он в этом году показался на самом деле хорошие показатели. Мы увидим, что отгрузка продукции практически в два раза увеличилась. Индекс промышленного производства в разы увеличился. Самое главное, чтобы такие темпы просто не останавливались. Ну да, индекс социально-экономического развития города вырос в два раза по сравнению с прошлым годом. Это именно благодаря заводу. А еще один момент хотел уточнить. Решение о том, чтобы совместить день города и день авиации, это с приходом нового руководства? Решение такое еще не принято. Это вот у нас пока вот в кулуарах, можно сказать, возникло решение, проект решения, можно сказать. Мы будем согласовывать это, конечно, и с заводчанами, и с городом согласуем. И мне кажется, все-таки было бы лучше, когда мы день города и праздновали совместно с заводчанами, присоединили его ко дню авиации. Я думаю, это будет интересно и масштабно, и все будут в этом задействованы. Но помимо того, что у нас в следующем году, конечно же, безусловно, ждет день города и день авиации, год будет выборный, будем выбирать и депутатов Государственной Думы, и местный наш депутатский корпус будет обновлен. Вот каким вы видите этот новый обновленный депутатский корпус? Да, действительно, правильно, год будет выборный. Год будет очень серьезный в политическом плане, как и в городе Кумертал, так и во всей Российской Федерации. Я уверен, что депутатский корпус будет инициативным, активным. Для меня это важно, потому что совместно с депутатами мы должны все-таки работать на улучшение нашей экономики. Сейчас от каждого зависит, от органов местного управления, от каждого руководителя предприятия, от каждого горожанина, можно сказать, зависит о том, какая будет экономика нашего города. Поэтому я уверен и хочу, чтобы наш депутатский корпус был сильным, как в интеллектуальном плане, так и инициативный, активный депутаты должны быть наши. Ну и, конечно, должен быть у них определенный опыт уже в общении и с людьми, и должен быть опыт организаторскими способностями должны владеть они. Ну и, конечно же, быть такими, чтобы мы работали все в одном направлении. Это для меня важно, чтобы не было каких-то либо разных шатаний и провокаций и так далее. То есть шоу из депутатского корпуса делать нельзя. Это важно для нас. Да, но выборы впереди. Возвращаемся к году еще пока не ушедшему, 2015-му. Действительно, год был богат на события, как и в сфере экономики, так и в социальной сфере. Что больше всего вам запомнилось? Прежде всего, мне запомнилось празднование и чепствование наших ветеранов Великой Отечественной войны. Это празднование 70-летия Победы Великой Отечественной войны. Мы помним, любим и чтим наших ветеранов, наших первостроителей. Чтобы уикавечить память о наших людях, мы открыли, оформили аллею почета и славы, самую главную улицу нашего города. Это для нас важно. Также мне очень сильно запомнилось первомайские демонстрации. Тысячи людей вышли после зимней спячки на такое шествие и для того, чтобы чествовать человека труда. Это очень важно для нас. Это сплачивает горожан. И мы видим, какие все-таки радостные лица наших горожан и с каким настроением приходят на эти демонстрации. Мы, кстати, единственные в республике Башкортостан, которые проводят такое шествие и демонстрацию. Конечно же, у нас появились брендовые наши традиционные уже мероприятия. Это золотой сапсан. Это вот первые мы в этом году провели казачий спас. Настольный теннис слепых. Это очень важно для нашего мероприятия. Мы такие будем спортивные мероприятия проводить уже в городе Кумиртау. Они станут для нас традиционными. Ну, конечно же, мы продолжаем также проводить и турниры на призы главы администрации по греко-римской борьбе, по дзюдо. В 2016 году мы хотим провести турнир на призы главы администрации по боксу. И поэтому, чем больше будем задействовать детишек, молодежь вот в этих мероприятиях, ну, тем и жить будет легче, несмотря на кризисную ситуацию, не только в городе, но и в стране в целом. Ну, в конце года традиционно не только итоги подводятся, но еще и обозначаются задачи на год грядущий. Вот какие планы уже есть на 2016 год? Первую задачу мы ставим перед своей администрацией и перед депутатским корпусом, перед нашими людьми, перед всеми, это, конечно же, улучшить благосостояние наших горожан. Для того, чтобы оно улучшилось, нужно поправить нашу экономику, нашего города. И поэтому мы просто обязаны получить статус территории, опережающей социально-экономическое развитие, коротко называется ТОР, для того, чтобы привлечь сюда крупный бизнес. Задача номер один – это сделать так, чтобы наши люди не уезжали в другие города. Далее мы должны сделать так, чтобы к нам возвратились наши кумертаусы на новые производства, которые будут создаваться в городе Кумертау. И третье – это для того, чтобы к нам приезжали в город зарабатывать деньги другие уже люди. И мы хотим из города Кумертау в первую очередь сделать территорию успеха, и чтобы с нас брали пример, как нужно развиваться в условиях кризиса. Какие будут пожелания нашим горожанам в завершении эфира? Мы собираемся сегодня в преддверии празднования Нового года 2016-го. Мне хочется пожелать нашим горожанам уверенности в себе. Это самое важное, то, что должно быть в человеке. Конечно же, семейного благополучия. У нас с вами, дорогие друзья, очень много задач, которые мы должны выполнить в 2016-м году. И мы это будем делать. И мне хочется, чтобы мы одной единой дружной командой создавали хороший, красивый, сильный социально-экономический наш город Кумертау. Я хочу пожелать всем семейного благополучия, чтобы в каждой семье был достаток мира, счастья и благополучия. Мне только остается присоединиться к вашим пожеланиям. Спасибо большое, Борис Владимирович, что нашли время, пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Это была программа «Городские подробности». Увидимся уже в новом 2016-м году. До встречи на телеканале «Арис».